Здорово, комрад, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы. С вами я, Алексей Хикельев и Максим Маскалёв Николаевич. Вот, я Данна Хиканамбуан. И сегодня, как мы так дались уже из названия, мы будем записывать ролик о ред-флагах у женщин. Максим, знаешь, что такое ред-флаги? Наверное, что представляешь. Ну, давай я начну, ты поймёшь. Ред-флаги – это значит какие-то красные линии, какой-то горизонт событий, из-за которых уже выходить нельзя, невозможно это терпеть. Вот смотри, короче, грубо говоря, что тебе не нравится в женщин? Вот, первое, допустим, я начинаю, с какой бы женщины я не стал затевать, это, как у первого ред-флага, это безотцовщина. Потому что безотцовщина – это, к сожалению, это путь в ад, например. Это игрушка дьявола. Ну, всё зависит от воспитания, как человек воспитан, понимаешь, как вообще ребёнка-мать где-то воспитывала. И если даже был бы у него отец, всё зависит, какой у него был бы отец. И чтобы он, этот данный отец, мог своему ребёнку что-то, скажем, что-то дать. Так если отца нет? Ну, а если отца нет, то мать вместо отца. Ну, а как ещё? Она руководит, она, понимаешь, наставляет тебя на истинный путь. Она тебе, как бы, говорит, что, допустим, тебе можно, что тебе нельзя, что, понимаешь, там, ну, много, понимаешь. Максим, смотри. Дорогие друзья, на прошлых выходных у нас с Тамарой Контолиани прошли три чумовых стрима в соло с Алексеем Поднебесным и на Патриках с Никитой Литвинковым. Все они на бусте. Ссылка в описании. А также не забывайте о моём телеграм-канале. Подпишитесь. Приятного просмотра. Мужчина может воспитать только мужчину, женщину – женщину. Но, хорошо, давай, парируй тогда, парируй. Что ты можешь на это сказать? Я могу тебе так сказать. Я сам вырос, я сам вырос без отца, почти же без отца. Ты же сын этого милицейского, полицейского. Ну, как, мать с отцом были в разводе. Ага, так, так. Мать у нас поднимала с братом двоих. Окей. Но я, так скажу, для меня, вот даже хоть и матери нет, а я вообще говорю, что родители, родитель – это святой человек. Понимаешь, все мы когда-то, понимаешь, хотим быть или как отец, или как мать. Но можем или пойти же по их стопам, да, а можем сказать, ну, а мы своё хотим. Мы не хотим быть такими, как мы. Максим, это понятно. Я имею в виду, когда одного родителя нет, то, к сожалению, все это заканчивается. Нет, ну, нет, подождите. Очень плохо. Подожди. Нет, да, я не спорю, мне хотелось отца, чтобы у меня был отец. Но получилось так, что когда мне было полтора года, вот, а Лёшке в это время было где-то, вроде, вроде три, наверное. У нас примерно полтора года разница. Вот. И мы, скажу, росли без отца. Но меня всегда... Я, конечно, у меня бабушка была, я не спорю. Вот я жил с бабушкой, с отцов и матери. Лёха, мысль слишком затянулась. Да. Ну, ты жил и с ними. Ну, и они могли, понимаешь, какую-то определенную частичку насчет этого мне в голову толкать, Максим, учись, учись. Допустим, учение. Если ты, значит, дано учение, ты многое сможешь в жизни, много чего-либо добиться. Максим, напомни зрителям, сколько у тебя специальностей. Три. Так, первая. Деньки, правильно. Ну, какая первая. Вообще, когда я бы мне, мать, давала учиться... Повар-кондитер. Да, нет, отделочник первая. Первая отделочник, вторая? Вторая охранник. Вторая охранник. А третья повар-кондитер. А третья повар-кондитер. Порядочно так. Хорошо, Максим, я к тебе к чему? К тому, что из безотцовщины вытекает все остальное. Да, это лошадь. А? Это лошадь. Лошадь. Что вот он рассказывает, если же слушает, такая лошадь. Чувствия. Нет, ну а что еще? Ты хочешь сказать, типа, мать тебя может воспитать, допустим, если у нее родились дети, допустим, как бы мужского пола. Что? Что дальше? Нет, ну а ты хочешь сказать, что женщина не может поднять детей свои. Да, по-моему, я не может. Ну, ты говоришь, что я по-твоему... Да, по-моему, ты говоришь. Это ты говоришь? Я говорю, что она может. А пяти мы, блядь, только по-разному понимает. Он говорит, что без отца... Нет, он говорит, что и без отца могут. Без отца, да, без отца. Но он говорит, что без отца могут вывести. Он говорит, нет, внук. Нет, он говорит, да. Да, я говорю, что женщина может воспитать ребенка без отца. Ну вот, а Эдик так считает. максона для тебя что есть неприемлемая в женщин какой у тебя лично у тебя red flag женщина да что для тебя абсолютно приемлемо ты же с ней не стал затевать желтый но кто от зоны я считаю что каждая женщина если она себя конечно ценит и уважает она себя ценит и уважает она прежде всего смотрит за собой который женщина мужик допустим те вот понравится лег скажи пожалуйста если ты встречаешься женщины а в это время допустим женщина она как водится она не красится она допустим там ведет как бы такой безобразный образ жизни а что значит безобразный образ жизни допустим бухает вот нет она одна женщина да есть она одна запила женщина то есть если она не моется не бухает чего нет она она должна за собой следить она допустим вот собирается да она даже работать она должна же улететь то я потому что надо поднимать детей мужичок и и и мужчинам но мужчины есть разные люди анна и я попозже наш мужчине обязательно работать или чего нет точно тоже должен как-то стараться как бы как ли как стать детям тоже помогать ну все все ложится на плечи женщины правильно большинство понятно все данное воспитание все данное воспитание так хорошо максим идем дальше татуировки ребята вы даже одного не поймете как уже все как говорится как люди появились всегда на первом месте стояла мать 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 это святой это священная женщина это святая отец это так но качейс пословица уходящие знаешь какая есть пословица а вы это забывайте вот смотри с кем бы ты будешь и отец мой ругаешься ты такой сикой вот даже возьми кирилл да такой сикой пускай он будет мам приедет домой мама встретит мама постирает мама по кушку приготовит спать уложит отец пошел нахуй а просто так скажу открытый пошел нахуй ты мне не сын а мать скажет я его родила я его 9 месяцев вынашил я его кормила а ты про моего сына так она скажет своему мужу сам пошел нахуй вот поговорка есть такая поговорка как знаешь многие это говорят знаешь как говорят так отцы отцы как псы а мать одна ой какой ужас какой ужас так не нашла не так татуировки татуировки макса приемлемы для тебя татуировки у женщин под вопросом вот для эдуарда нет то есть смотри моя концепция следующая если у меня нет отца нет отца смотри отец и мать это это гармония то есть они оба рачат если что-то пошло не так дисбаланс и значит у женщины вот не хватает вот того самого мужского начала того самого ну я не скажу патриархального отца просто примера примера и она вы ищет среди других каких-то мужиков она еще там какие-то алкашей наркоманов всех остальных вот с нормальными мужиками она не затевает и потом там уже и кукуха едет и партаки и все остальное максон для этих они не есть приемлемы партаки ну смысле такой для себя расскажи приемлемы или нет там я не ну я но я не знаю понимаешь я могу на этот данный вопрос для меня это очень сложный вопрос я считаю как прям женщина прежде всего мать я любит если она это мужчина также любит женщина то они друг друга всегда поймут пусть не будет партаки но если она добрая если она хозяйственная если она понимаешь за собой следить она будем вовсе так стирается а во-первых и не сделал а во-вторых вы ребят вообще истории не знаете так давайте сколько взять было возьмите выиграть но он делал умеет на матери был король но берутся держала женщина королева держала она была в тени и никто не видел и сейчас все до сих пор держит мужик он так он пришел сказал куда их ушел а женщина ну-ка иди-ка сюда чё-то сказал бы ясенов мотает как и сказал так скажи он пойдет скажет так как она ему сказала топ геймер как вы вы считаете приемлемы татуировки для женщины или нет да ну вот в одном месте в каком-нибудь а если бы по всему делу не по всему телу не по всему телу вот возьми полину фейс по всему телу что это открытый картинная галерея вот скажи вот вот у нее ребенок на лице что мать ей скажет да ну открытый вот он открытый тату да а внучки-то блять этих заебалок бабка блять разукрашенная ебаный да да вот сколько бывших пёс у них у всех тату на руках блять хорошо топ геймер тогда вам другой вопрос а у пардон твоих бывших с отцами были нормальные отношения я не спрашивал я вообще не интересуюсь что у них там пожитухи блять сужая семья это потенки хорошо шашек как ты считаешь татуировки это приемлемо для женщины или нет а эти ноги здесь не украшает татуировку даже нашими как больше бобки можно было бы тату и сердечко валентин владимирович как считаете по татуировке я думаю что должно быть все в меру гармония хорошо смотри максим сейчас сейчас популярные маркетологи навязали женщин через запрещено граммы бровки и ноготочки реснички и они просто из них тянут деньги то есть помнить там даже лет я считаю что это зря у женщины должно быть самого как бы это она от природы должно быть все это а не наращивать какие-то там листья ногти или же также какие-то наделать все накладные ресницы сейчас их наращивают понимаешь и значит маркетологи влияют на женщин женщины влияют на своих мужиков и значит клепают их говорит за милая где мне шаг где три косаря на данные ноготочки на самом лучшем случае вот вы сейчас говорите вот правильно про деньги ты сказал это высоченный день запомни раз он сказал что у мужика что у бабы вся красота вот она сердце и душа а какой бы ты не был понимаешь вот какой бы он не был в каком телосложения не было сердце и душа есть это вот она красота и а за то что как вот ты разодетый сидишь а с тобой встретиться баба ну девушка встретиться с тобой а ты два слова светиться с тобой и кому-то ну вот почему кстати я никакой апокалипсиса никакого не может быть так так потому что вот это все знаете на вот привыкла к охуенной жизни вот так употреблению которую которую и блять случайно там случайно удалось и родиться там не где-то в детдоме допустим да в киргетском дворцаре или там у кого-нибудь жесткого нефтяника даже пизда там успешно вот и таким образом это все знательно кайфует блять сынки блять находятся не там где надо ну понятно Лешка как считаешь бабы бабы та же самая история тоже не было такого был только блять кукс и все понял а суши помоги а суши а у ваприков там все и на коками а вот типа парень ваприку там со стакоками да они же это ну у них темная кожа там же не видно практически да Леша даже у Евгения Петросяна есть такая там краски Леха сейчас дай Эдуард не перебивай у Евгения Петросяна все ладно пускай он там нет все все Леха не перебивай Эдуарда пускай Эдуард это так звонит понятно Эдуард Евгения Петросяна все 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 здесь ничего ладно не трогай а Леха пускай продолжает Валентин Владимирович бровки ноготочки реснички скажите пожалуйста приемлемо или это просто пустая трата денег на ваш взгляд но для девушки я думаю что это приемлемо бесспорно я думаю что нет хорошо приемлемо это для мужика потому что мужик дает деньги да Максон дальше идут у нас гороскопы таро нумерология вот эта вся шизотерика и прочее то есть тут та же самая история за это просто трясут деньги да вот есть вот эти тарологи которые говорят а вот мне есть знакомый там несколько которые не могут из дома выйти вот они раскладывают таро и куда в пятерочку в магнит или в перекресток пойти например вот то есть они с картами значит пытаются как-то все это согласовать да я в дикте не пойду снять только пятерочку Леша знаешь почему потому что пятерочку ну когда вот это Леша ну перебивай блин Леша ты перебиваешь хорошо давайте за закруга лупать поганую Леша ты специально делаешь перебиваешь я не перебиваю Леша ты слишком громкий да ты говоришь ты начинаешь перебивать человека вот Максон про таро ну что скажу да я согласен да с этим что вообще все да на таро вся эта данная магия какая бы что бы это не происходило я считаю да это вполне то что это лишнее высаживание денег и как бы просто за просто как бы человека зомбировать они просто эти все большинство люди они своих данных клиентов просто их зомбируют даже эти хотя бы даже взять эти блин кто например даже эти психотерапевты которые даже или же все эти психологи они просто честно просто стараются как бы человека настроить так чтобы человека просто его зомбировать то есть ты и против психологов правильно конечно вот пожалуйста ребята как говорится устами Максима глаголит истина понимаете дорогие зрители если у вас проблема какого-то фундаментального характера если к примеру вы смотрите в зеркало просто ты должен уметь это знаешь какой-то внутренний внутренний да ты должен уметь внутренне разобраться в себе вот до такого можно чтобы я я подгорячую воду можно подгорячую воду кто там водитель кто там кто там кто там кто там кто там продолжай Максон просто понимаете вот у тебя случилось что-то да кто там кто там Леш ты нажми это перебиваешь кто там я тебе объясняю ты хочешь это говорить давай говори мысль Лех ты просто очень громкий слушай Лех я вспомнил своих это вот он правильно сказал некоторые женщины есть там мужья при деньгах они при деньгах они стараются выглядеть знаешь но не каждый муж данного родится как говорится как ангел правильно согласен со мной вот ты увидишь как ты их хорошо ну ему так суждено Лех ну вот смотри вот у женщин есть деньги и они пошли кому врачам пластическим хирургам что делаться потом одна как он рассказывает одна приходит я хочу там полностью не расскажу но смысл я хочу чтобы ноги были как подпит мудрой Лех ты слишком громкий Леш я хочу Лех ну дай Эдуарду договори дай Эдуарду ой это пожалуйста ноги ноги как хочу там Кимберли какой-то хочу как ну вот был Николь Кидни хочу там чтобы то это было ну клиника то наша российская поодиночке сделали все хорошо а все вместе вылитый армян джих ранен покойник хороший был актер они же сами себя гробят алеш это опять таки есть такой анекдот грузинский грузинский молодцы тоже русский приезжает и зашел на грузинское кладбище идет там например на могиле да там Горге курение вредит здоровью родился там к примеру в 1920 умер в 1985 прожил а ну прожил три года а жил три года а три года 65 лет как три года дальше могилу такой же плитат стоит Вано родился в 20 году умер в 70 жил один год как так 70 лет как один год грузинский слушай я не понимаю здесь человек 60 лет здесь 70 написано здесь жив три года а здесь один ахахах айва бизжо ты че зиль понимаешь зиль бабы машины деньги простые тутки зиль понимаешь зиль а это кто остальное так все из жизни на самом деле Эдуард предосхитил мой один из редфлагов по поводу пластической хирургии то есть опять же маркетологи маркетологи внушают данным женщинам значит что там нос кривой ноги не такие аппарат елизарова комки биша надо удалить губы надуть и все остальное то есть безусловно если есть там допустим кинетическое какое-то уродство ну допустим родился человек таким ну естественно надо делать как бы как его не вспомнить как говорится именно молстрой данные определенные вот то есть то необходимо конкретно пластическая хирургия тогда если я понимаю если ты родился нормальный человек затем ты хочешь выглядеть как Зайца Лех ну да Эдуард должен говорить зачем строить из себя там хочется походить на всех сразу одновременно но это же невозможно конечно ни морально ни физически это невозможно ты никогда не будешь Шерен Стоун если ты родилась там я не знаю там кем-то там и у многих у тебя не будет как ну да 1, 2, 3, 5, 10 у тебя этого не будет у тебя не будет как Лауди Шильфер как у тебя были двухкопейчный калькулятор так он и будет двухкнопочный так гордись этим вот понимаешь вот то что женщине дано она должна ценить да это Бог дал не мы дали природа природа дала вот все говорят то что якобы мы живем все под Богом во-первых у меня сразу будет противоречие и многие со мной согласятся если на то пошло мы живем на одной планете Бог должен быть один правильно а ты возьми любую страну разные веры разные одни в Библии другие коронавты все и разные все полностью и Богов сколько на нашей планете не сосчитающих а Бог должен быть один нас создала и мы создали нас природа создала у кого мы научились у животных мы научились у них добывать пищу мы научились у них готовить мы научились у природы нас природа научила не кто-то там пришел я там например олигарх у меня деньги я вот тебе научу к чему ты научишь ни к чему а учишься ты учишься у природы ты идешь ты собираешь ягоды грибы кто тебя учил природу а не ты научишь его ну конечно природа на последний раз по ягодам поэтому почему говорят природа природа она живая а у нас природу убивают соответственно убивают и уничтожают и уничтожают сами себя вот смотри сейчас это сумля да вот смотри далеко ходить не надо вот смотри уничтожают природу повально вырубают леса все полностью все полностью вот смотри даже взять социалистические времена еще там 70-80 начало да прожить минимум у человека был 70-80 лет сейчас у нас до пенсии и то у нас подняли пенсию у мужиков 65 лет у женщин 60 у нас до 65 дай бог из мужиков процента 2 покиняет а женщины самое большое это это проживать самое большое это это ты знаешь единицы это единица сейчас скажешь мне сразу 92 года статистические данные могут не совпадать давай вернемся к нашему так сказать к нашей колье смотри Максон в общем к чему мы пришли по поводу психологов смотри если у тебя есть какие-то фундаментальные проблемы но которые неразрешимы то есть если человек комплексует там по поводу ну не знаю там роста если он метр сорок то он если пойдет психологу он не решит эту проблему вот чем собственно прикол просто они все тянут бабло еще раз как эта схема происходит значит есть маркетологи они сидят запрещенограммах и рассказывают что тебе нужно купить вот то-то обратиться к торологу маркетологу к пластическому хирургу все остальное еще раз все решают бабки только бабки и потом эти женщины они смотрят либо тянут из своих папиков бабки либо где-то в голове там и прочее все остальное потом то же самое если ты слышал вот я не знаю топгеймер сто процентов слышал ну даже знаешь сейчас я могу секунду курсы развития вот это все топгеймер слышали там блиновскую которую закрыли ну про нее-то я знаю да только как она на триллион налогов там не выпил так вы понимаете как это работает топгеймер вы понимаете что она делала я вообще не в курсе она продавала курсы по саморазвитию так как мы с Эдуардом с Максом будем сейчас вот зрителям покупайте наш курс вот мы вам расскажем как заработать триллион конечно нашелся если у нас только налог это не клиенты нашлись это нашлись из меня заворажать идиоты и долбоеб ну значит она такая шопки ухивала ее можно было бы блять внедрить в Америку чтобы она там наебала вот есть у людей подвешенный язык а есть вроде весь вот как Дэнди разодетый но он двух слов не скажет а пойдет просто такой простенький человек но он тебе так расскажет что у тебя уши это по себе Эдик да? я по себе Лапки Максу Эдик не ну а как же его допустим взять все вот эти все говорят например они предлагают свои курсы они говорят мол курсы по худения там например то же самое а не заманка Лёх ну блин ну громкий слишком ну ни хрена не слышно Лёх продолжай Максон предлагают курсы по худению допустим там какой-то знаешь например как сказать как заработать денег так же допустим там как допустим сделать так чтобы получить карьерный увеличить карьерный бизнес я считаю что в это деньги честно скажу не надо во все в это данное да вкладывать деньги да нельзя не надо в деньги потому что это вкладывать не надо во все потому что с одной стороны это просто это из тебя скажем то что из тебя высасывание денег все шоки знаешь почему Лёх я тебе объясню как это делается вот пример у тебя ну бывает так в жизни человеку одному повезло да и он думает что будет с тем так же и он начинает свою политику партии во всех укладывать смотрите как я смотрите как я и все я тоже столько хочу и все вот далеко ходить не надо вот смотри было МММ вот это все давайте как в рекламе о я был за 100 рублей о два дня прошло завтра пойду куплю жени сапоги понимаешь и все на это ведутся ну понимаешь есть люди вот смотри вот даже опять таки все говорят что мы произошли от обезьян но это уже ложь тебе самому не смешно так Эдуард твоя версия пожалуйста а вот теперь вот смотри сколько у нас национальностей сколько у нас языков а вот теперь мне покажи в данный момент почему сейчас обезьяны не превращаются в людей это раз а во вторых мне покажи и самое чтобы обезьяны умели разговаривать на русском на английском на французском на итальянском казахском таджурском узбекском армянском грузинском японском языках ну ка покажи ко мне хорошо Эдуард письменный чтобы они знали все покажи ко мне таких обезьян а и почему самое главное почему обезьяны ты приходишь к примеру в зоопарк почему обезьяны сидят на ветках и тебе вот так вот показывают и вот так они хотят что сказать вы идиоты это вы в нас превращаетесь а так оно и есть мы в обезьяны превращаем вот ты посмотри по улице идешь я на молодежь поражаюсь и тут вот так на ушах металлолом тут металлолом на вечер все прописка все губы в металлоломе в татуировках пупки в металлоломе там тут извиняюсь на выражение на езде металлолом ее здание на металлолом сейчас майбу купят и она сидит цивилизация какая ты цивилизация вот почему обезьян вот так всем показывают эрик так скажи от кого человек пошел он швам блин уже блин это же природа не знаю это пахнет нет нет сама природа просто создала человека ну кто бог творец создатель нет не было никакых богов не надо это долгая история у меня своя версия и я думаю что эта версия будет справедливой ну в двух словах ну в общем у Эдарда своя авторская история так вот эти версии и кстати эти версии знают ученые моченые мученые как я их называю они знают об этом но никто это не хочет афишировать потому что сколько было найдено древних фресков там все было сказано один раз показали больше этого никто не показывает потому что знают что будет гипиш в стране Эдуард пирамиды пирамиды кто построил? не египте это всем известно меня тоже интересует эта тема во первых начнем с того ближайшие миналомни были больше ста километров так точно вот догадайся сколько нужно человек чтобы хотя бы ладно хорошо я поверю ты первый ярус поставишь но опять-таки вторая версия откуда были такие технологии чтобы до такой степени до микрон обработать камень не было правильно Лёш? так точно не было раз ладно хрен с ним пойду на это ладно хорошо соглашусь второй ярус поставили хрен с ним а вот теперь давай сделаем так всем же нужны факты вот смотри даже хотя бы третий ярус или второй ярус поставить вот представь вот это будет плита из которой пирамиды строились вот смотри вот это плита вот ребят все вот смотрите это плита чтобы ее поднять плита весит тонну Лёш минимум нужно 50 человек ты даже мы с тобой вдвоем четверя руками одновременно не возьмем эту пачку а не говоря уж третьего возьми как они это делали историю ну инопланетяне конечно на всех фресках изображены были египтяне корабли космические и возле них стояли корабли и стояли люди в скафандрах ну там люди не люди там скафандры это было все изображено но это все стерли чтобы не было кипиша вот этих меня шизофреником называют за эти теории видишь я не один такой а это не теория это факты а эти факты от нас стирают тупги ну как вы считаете кто пирамиды строил ну блять по долговодству мэдика наверное пиздливого а ты в курсе еще Леша Леша они не такую плиту затаскивают Леша Леша а ты в курсе то что вот возьми пирамиды были построены одновременно пирамиды построены в Мексике в Египте в Китае знаете что там интересное вот возьми наш глобус он сейчас как есть карта мира разложенная разложенная знаете что там интересно даже сейчас никто так не сделает знаешь почему почему потому что Мексика где Египет где Китай на одной паролее ровно как будто линейку положили а зачем они строили пирамиды зачем какую они функцию выполнали а вот это даже я не могу тебе ответить но вот смотри в пирамидах есть усыпальница якобы там фраун там никогда никого не хранили опять-таки плиту сдвигали сама внутри гробница вот это да до микрона до такой точности лампу полностью сделано что-то в этой пирамиде и почему пирамиды сделаны именно вот так вот конусом почему почему так и почему Эдуард для чего пирамиды нужны были вот никто не знает а мне это опять-таки кто-то считает меня идиотом скажем вот смотри почему что всю информацию знали в Египте откуда пошли даже со всех с Китая пошли в Египт появились ну так скажем он тоже и новые там какие-то создания с Америки хотя в Америку они никогда не ездили ничего как привелось это был как бы тебе как тебе сказать как радиопередатчик то есть вот этот конус а вот что дальше было это было как радиопередатчик на одной параллели и самое интересное что на одной параллели вот сейчас попробуй построить и откуда были такие технологии почему смотри в Египте делают раскопки что находят глиняную посуду ложки вилки там какие-то все не нашли ни одной детали чтобы можно все хорошо построили пирамид как можно было сделать до такого градуса выставить опять-таки до микрона с такой точностью с такой гладью их обработать но инопланетные технологии ну это факт это факт хорошо возвращаемся возвращаемся так что Леш ты не один в этом дурдоме я с тобой я своим зрителям рассказываю они говорят что я шизофреник ну то ладно ну Леша теперь два шизофреника хотя на самом деле Леша на нашей планете таких шизофреников еще хватает а планета плоская да я не знаю я не летал но если ты в самолете ты же летал ну что я на самолете не видел что то я ничего не видел ну давай это самое ребятам проверкни в казино выигрывай мы арендуем ракету и полети посмотрим масона круглая она или нет Эдик а зверь какая какая земельная зверь какая прямая и какая ну судя посмотришь на тебя то я не знаю скуево кукуево я не знаю я столько не выпью чтобы такую возвращаемся к нашим как говорится редфлагам Валентин Владимирович как ты считаешь значит тарологи астрологи маркетологи и прочие успешные успехи как вы считаете приемлемы или нет сейчас же это изо всех щелей ну давай ну я думаю что да приемлема конечно нет у каждого своя специальность у каждого своя профессия правильно но куда бы двигался бизнес без маркетологов кто бы предсказывал допустим астероидные какие-то дожди без астрологов все это нужно нужны специальности почему нет знаешь у меня только одна все знают эту поговорку но не знают ее до конца знают только половину есть такая поговорка ты со мной знаешь так я знаю век живи век учишь так бабушка пожибает да но это все половина во-первых а продолжение знаешь как нет все равно идиоту знаешь почему вот ты к примеру умеешь соображать компьютер вот ты сейчас поди я тебе скажу Леш иди пожарь картошки а ты скажешь а я не могу я могу а что не так Леш я могу понимаешь вот кто-то человек вот вот по своей специальности есть там физик химик да он это знает от и до а пойди ему скажи свари яйца он скажешь а сколько варить а как варить а что как а какие яйца твои язвы никто не будет варить они тухлые ты знаешь почему вот знаешь вот царство небесное Михаил Николаевич Задорнов почему он говорил про Америку что они тупые да ну это действительно слышал а слышал как его историю рассказал он говорит мы были с одним америкосом ну я был на гастролях я рядом америкос он ко мне говорит утром заходит пойдем типа ну с утра на пробежку так прогуляться утренняя прогулка а я говорит картошку варю в мандир сейчас говорит подожди сейчас посмотрю готово-не готово я говорит беру вилку и так вилку ой еще пару минут американец стоит такой смотрит в шоке у него мировоззрение поменялось как так они проверяют готово-не готово они же привыкли что готовые там типа картошка фри микроволновка забросила все минуты тепленькая а тут вилки протыкать но больше всего американца поразило другое у него он чуть дар речи не потерял когда наш подошел через две минуты готово достал картошку и положил туда яйца вот тут американец стал заикаться как же он будет вилки проверять готовы яйца или нет вот вот а мы умнее это все и америки на самом деле хана а ее никогда не существовало ребята вы возьмите вот все говорят мы американцы мы американцы вот знаешь вот так вот хочется подойти и спросить его слышь американец а ты ну-ка подогут расскажи кто твои предки аборигены американцы это всю жизнь были индейцы а все а вся америка это приблуд европа австралия да это самое африка там не было никого у вас какие вы аборигены не было никаких американцев никогда не существовало у эти-ка правильная повесточка так вот а это правильно ну правильно говорит же кстати ну че они туда приплыли ну да ну они же захватили понимаешь как бы целое государство так было колония ну это колония нафиг вот почему я вот вот почему был такой разговор я в стриме сказал в стриме сказал блин америка лёш погоди вот почему я в стриме таскал вот в Таиланде было звук сидели в стриме ребята кстати послушали и потом гук всю ночь теребили гук с утра прилетел блядь давайте меня не кстати в стриме разу никто не перебил никто не оскорбил вот когда я в гук сидел я им сказал ребята почитайте просто одну книгу эту книгу кое-кто не сумел уничтожить сумели уничтожить сдавить нас нас физически нашу страну никто не задавит мы физически готовы но одна ошибка у нас страны мы морально не были готовы вот нас морально и подавили и давили морально но не физически физически они у них кишка тонка вот почитайте книгу Рафаэль Соботини автор Одиссея Капитана Бла там так все рассказывали маму не горюй это не художественная книга это вот действительно это там будешь читать от А до Я я ее читал наверное раз в 15 я ее читаю как по-новому и самое главное англичане всю жизнь хотели поиметь англичане Южную Америку в Северной Америке в США там нет ничего и вы все знаете вся живность и все растения находятся только вдоль побережья все остальное это каньоны пустыни горы больше ничего нету там ничего не растет и живности там вараны койоты и гиены и все и какие-то эти самые сухие растут колючки больше ничего нет перекати поле да? да вот типа того почему англичане пытались всю жизнь вместе с Францией отобрать у испанцев Южную Америку ну испанцы вот там даже все расписано у Блада был самый мощный флот а флот у испанцев самый был сильный флот во всем мире потому что таких деревьев нигде не росло только в Южной Америке Ост-Эст-Индская компания это же была такая ядра ядра отлетали от их кораблей от испанцев просто как горошины от стены а английские корабли и французские в щепле разлетались от нового выстрела а им нужна была и Америка с французами вроде успокоились знаете что испанцы сделали они подарили им Канаду почему в Канаде считается официальный язык английский и французский да там же провинция Квебек да все правильно Агитские острова дарили кому? голландцам вот и все отлично возвращаемся вот вам история это правдиво ребята финалочка 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 дорогие друзья тенка должна сосать не сосать нахуй да выгоняй у меня была пизда которая не сосала и я сразу это красный флаг для топгеймера правильно? сосать а бизон а то что они там говорят лизать ну это другое ну это кем да и грузи ты не лижешь я тебе не сосу ну иди нахер в общем топгеймер выразил свою позицию в своем ультимантуле у него уже на этом сам как его и мед ой Эдик блядь если тебя не сосали а ты лизал блядь порнографическое мировоззрение у них нет какой порнографии физиология понятно Эдик Лех подожди давай мы сейчас закончим уже затянулось смотри есть еще красный флаг друзья парни или бывший лучший друг и прочее то есть по моей концепции это неприемлемо почему? потому что они используются как запасной аэродром то есть я допустим лично с таким встречался вот и это мне кажется неприемлемо что скажешь Максим? ну я не знаю есть дружба между мужчиной и женщиной? есть или нет? между мужчиной и женщиной есть да? а ты не думаешь что мужчина просто будет рано или поздно подкатит к данной даме а дама будет думать что ну вот они просто дружат а он просто будет ее желать используется используется как ты считаешь? я думаю это неприемлемо Леша Леша это всю жизнь было так оно и будет а я тебе объясню почему опять-таки в нашей жизни вот смотри вот к примеру мы с тобой вместе да? но образом так скажем мы учились в одном классе раньше при Советском Союзе у всех была одинаковая зарплата плюс-минус там 5 рублей вот все одинаково жили одинаково была мебель одинаково машины все одинаково было одинаково квартиры одинаково одевались не важно что у тебя отец там к примеру инженер а у меня отец к примеру там дворник плюс-минус там 5-10 рублей заплата когда началось вот это все кавардак вот смотри мы с тобой дружили да? все одинаково тебе папа дает там школу 10 копеек мне папа дает школу 10 копеек ну там на пирожок на большой перемене пирожочек шоколад а сейчас мы были и вдруг ты у тебя так получилось ну все бывает в жизни бах ты где-то там сумел подняться бах у тебя раз миллионы ты ко мне подойдешь нет ты каким-то дошираком питайся а я я в ресторан у меня из разных классов у меня там осетрильный форель тебя хватит а ты кто первых да ты никто хорошо и вдруг проходит время и получается так что ты банкрот кому ты пойдешь ко мне потому что тебе некому больше идти а я как был дворником так и работаю потихоньку и ты придешь и скажешь слушай да так и так слушай дай парни хлеба а я тебе скажу Леша е-мое с детства вместе наконец-то хоть пришел кормить заходи пописи дай дай покушу достану пускай там как сейчас сам бутылку водки за 300 рублей на стол поставлю правильно как ты сказал да сейчас колбаса дороже копченая так вообще охренеть как у меня отец ее всегда называл сиськи-письки ухудро луну ну вот так оно и и вот смотри ты ко мне придешь за стол на у тебя вот у меня батон я купил я отрежу пол батона это тебе нам хватит отлично как-нибудь а что Лех не так все так и вот так и все думают мы сегодня богатый мы всю жизнь будем так а где же ваши потом миллиарды в пупингагене топ геймер как считаете бывший может быть лучшим другом или вообще дружба между мужчиной женщиной есть нету раньше было сейчас нету как бы деньги есть ты друг вот гений света и эдика вот если меня оставить в хате со света я там с ней ничего не буду делать типа того а что страшно допустим или солевую то может быть я бы достал поманил блин смотри вот даже вот далеко уходить надо вот правильно сейчас Кира сказал вот смотри вот даже взять свет у нее в принципе нет ничего у меня нет ничего но она меня вот ты бы был миллионером вот пример она была бы себя при деньгах она бы сказала дыхать все правильно сдохни да и сдохни у нее нет ничего она видит мне плохо да она свою последнюю копейку она несет мне она меня выходила она меня на ноги поставил вот Кира знает и ты знаешь меня на коляске на лолейдно водили балкой ходил а сейчас я хожу сам а кто меня поставил на ноги вот вам пожалуйста а у нее нет она не миллионерша Валентин Владимирович как ты считаешь существует дружба между мужчиной и женщиной приемлемо это общение так сказать с бывшими водителя не хоровод слушай дружбы между мужчиной не существует абсолютно по поводу общения между бывшими парня дружбы где тоже не существует рано или поздно кто нибудь кого нибудь да захочет это вот ну категорично я полностью придерживаюсь 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 вашей точки зрения Валентин Владимирович не закончил чуть-чуть да да знаешь как некоторые говорили да брось тебе нахер она тебе нужна у меня нет ничего мяу а вот ты бы бросил вот Леха вот она тебе поставила на ноги все для тебя сделал ты бы ее бросил нет конечно реально и ты вот сейчас встал бы на ноги а ты бы начал общаться со всеми потом бы они тебя бросили кому ты пошел ну конечно и ты бы к ней побежал вот вот за что я ее люблю за что я ее уважаю вот она действительно человек с большой буквы так вот еще вопрос я хотел бы обсудить этот вопрос даже с Эдуардом вопрос в чем заключается дайте скажи пожалуйста мне почему почему когда раньше ты идешь в магазин ты всегда покупал свежее мясо ты знаешь прекрасно ты покупал колбасу ты покупал овощи ты покупал одежду почему оно раньше все определенно как говорили гос соблюдался а сейчас куда этот гос пропал и почему сейчас это все не соблюдается ты 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 идешь в магазин ты покупаешь колбасу да ты не поймешь что от нее как вот бабушка говорит ты идешь в магазин колбасный да пахло не пахло прежде колбасой реально колбаса была запах колбасы а сейчас идешь в магазин пахнет шкваром ты покупаешь сейчас одежду одежда у тебя вся рвется вся эта шаркотряп а раньше почему-то даже до сих пор одежду внуки носили да 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 вот куда это все делось я тебе сейчас я лег вот честно ребят всем никогда никому не рассказывал что я хотел что я начал ты какую-то историю хотелось рассказать которую не рассказывал да 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 ну короче говоря это 85 или 86 год мы короче говоря ну на электричке доехали до метро Белорусское до Белорусского вокзала и пошли по Тверской туда в Красной площади гулять и на Пушкинской ну где сейчас кинотеатр вот Пушкинский вот кинотеатр потом уже в 90-х построили Макдональдс самый первый и там парк аллея мы присели там купили магазинчики лимонад обычный вот и хлеба купили батон ну перекусить и потом дальше идти на Красную площадь слушай вот мы сидим там скамейки а где-то через скамейку напротив американцы были один по-русски немножко говорил но такая была смехатура мы сами так поразились ну еще мы мелкие были ну что там был то 12-13 лет они купили нашу вареную колбасу как у нас раньше в те времена 80-х называли туалетная бумага да сейчас сейчас бы туалетная бумага вы за счастье бы ели бы и хлеб тогда он был дефицитом сейчас он спокойно продается черный хлеб вот такой только круглый я понял он тогда был дефицитом только кирпичиком продавался и вот они сидят ты представишь они начали эту колбасу рвать вот так вот не то что есть жрать как будто с голодухи туристы были жрать хлеб этот и началась без них драка знаешь что потому что одна там баба было три мужика и две бабы баба больше колбасы съела ее мужика начал бить и наши менты идут они подходят ты знаешь что они они ржали не смеяли ржали что у вас один америкос по-русски а мы сидим слышно же а она говорит больше колбасы съела а вы с Америки а мы то привыкли что в Америке есть все а у нас нет ничего вы чё говорит вы что такая колбаса это чистое мясо а у нас то все стали туалетная бумага и немножко мясо добавили да такая вкусня а вы что такое не едите менты там уссывались просто уссывались кипятком я тебе фуражку потерял я тебе серьезно в башке упала кожи все есть вот такая колбаса мы не она видна из таких простых людей ну работники понимаешь может каким то токарем слесарем ну обычные работники я говорит не в состоянии купить такая колбаса продается только у кого деньги а я не могу такое купить а он идёт покупается да он не может он идёт покупается как у нас говорят в России только в России так говорят мы едим колбасу две таблицы Менделеева так оно и есть одухие да всегда это было знаешь как опять таки вот очень многие вот смеются но никто не прислушивается к словам а вот надо вот Кирилл мне порой говорит чё ты да пойдём туда я говорю не Акера пойдём туда вот за границу даже мне интересно послушать их вот что они думают ну вот короче говоря никто к этому не прислушивается никогда а надо прислушиваться они ничего не понимают они вот приезжают вот раньше вот лёг вот тебя ещё не было как говорится даже в проекте вот в 80-е годы вся Россия была забить на Красную площадь невозможно было попасть на Старый Арбат невозможно было попасть одни иностранцы со всего мира на Красной площади всё заставлено автобусом туристическим на Красной площади каждый день как будто парад 9 мая одни иностранцы сейчас там нет никого да вообще нет никого уже всегда не летают не то что из-за санкций а то что закрыли им это ты ты а ты в курсе то что Лёш наша валюта рубли второе место в мире занимала второе место я тебе сейчас докажу самая дорогая валюта была фунт серлик фунт серлик самая дорогая наш рубль второе место в мире доллар стоил сначала 56 копеек то есть короче на наш рубль два доллара не потом уже 64 потом появился Меченый наш Горбачёв который всё засланец засланец не то что засланец заслали вам же говорят что у него бельмов это называется его это заслали Англия его заслала с Америкосами заслали чтобы развалить всё экономику всё полностью всё развалить что он и сделал Эдуард я извини перебью то есть можно было прийти в обменник и купить за рубли доллары правильно? да и это была же статья за валютные операции это валютные нет 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 ты мог только купить таких валютников не было обменников ты мог только пойти именно в банк Центробанк куда-то понимаешь а магазины были там магазины Берёзка назывались вы слышали когда-нибудь такие слова там абьюзер газлайтер ну вот губа абьюзер кстати он всех там юзает давайте у вас запад он даже никого не произвел он даже никого не произвел а кстати он всем своим вот этим рабам запрещал стримить вести какую-то деятельность чтобы у него блядь никто там чё-то блядь 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 ребят расскажу вам всю себе 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 а блядь достаточно было мальчишку этого в школе блядь его там пиздили унижали блядь и вырос каким конченым а блядь и у людей ну раз случай не только блядь буллинга в школе блядь ну они вы стали людьми блядь как бубай Лёх рассказывай факт Кира это знает тоже Максон ты слышал когда-нибудь такие слова абьюзер гандлайтер никогда не слышал а вы Валентин Владимирович слышали? так и Валентин Владимирович что можете сказать? я слышал про абьюзера что это человек который нарушает личные границы другого человека так унижает допускает жестоко морально уничтожает и так далее это я слышал а остальные которые ты перечислил я не слышал Валентин Владимирович секунду у нас бы как сказали сразу не вот этим словом как оно называется абьюзер даже не выговоришь да и чтобы перевести нужно целую страницу да перевода у нас бы сразу сказали на русском языке уёбок и все ясно и понятно да правило совершенно ясно и понятно как ты считаешь главный расфлаг у женщин какой ну для тебя ну я думаю что это деньги прежде всего деньги высасывания денег из мужчин и они как бы женщины хотят много женщины хотят много но они чтобы что-то получить прежде всего должна это заработать и уже а затем мужчины дают деньги женщине ма воёб затем женщины мужчин сами дают деньги вот женщине меня тут перебивают пожалуйста смотришь ты а мужчины знаешь почему дают деньги потому что они от женщины пляшут да так Максим я так считаю будет женщина мужчин не будет даже далеко ходить не надо в Европе за одну только ночь за сутки там я не помню полмиллиона женщин как раз денили и что северо получилось сказать даже тут слово даже сказать даже промолвить я так считаю что женщины прежде чем что-то получить например да они должны это заработать и например женщина хочет себе скажем ресницы да из мужчины деньги или пойти допустим отучиться получить какую-нибудь любую специализацию но счет не за счет себя это ты сейчас как америкосы рассказываешь нужно рассказывать очень коротко по-русски 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 кобазы нет здесь русская женщина в день мире не в пустыке она пушка разведет за 2 секунды ты отдашь ей последний трус спать потому что женщина у нас в Европе нигде а женщина это как половая тряпка а у нас женщина ну подожди подожди мы никогда так не закончим топ геймер главный ред флаг как считаете какой ну вот касаемо отсоса конечно вопросов нет у геймера все просто и непонятно у него все просто и у него вообще ничего нет а еще по клоуну чтобы не шлялась и не главное не главное у вас по жгим музыкам отлично так а я считаю что женщина никогда не должна быть вверх интимной это самая главная беда женщин а беда ты активный лёш я сейчас скажу одну фразу почему я вот женщины это вот без них бы не было бы жизни согласится вот у них да мировоззрение конечно у них логика у них равна логике своей но логика у них на высочайшем уровне женщина говорит мужу мужу ах ты завел себе любовницу тратишь на нее деньги давай лучше я заведу себе любовника лишняя копейка в семье не помешает дорогие друзья на этой мажорной вот это женщина сказал бы не умно кто то может из семьи так и до новых встреч чао пока всем добра и позитива всем добра и позитива будьте позитивны будьте добры вот так и понял мужик из семьи тащит а женщина все пока до новых встреч так точно